и снова здравствуйте всем привет помнит кто-нибудь когда вырезались картинки из журнала и ниткой там перевязывались и получались такие как бы марионетки ну давайте попробуем сделать такую итак сначала я покажу как я делал это все дело так так это у нас десктоп и чаплин 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 так первый чаплин значит это вот он вот такая картинка чарли чаплина вот я и тут пообводил в edit mode так потом смотрим чтобы вот эти все вершины вы соединили так это один кстати файл через shift выделяем n all центр и теперь английская а и теперь английская f все вот это все дело значит заполняем мы потом нужно по нарезать будет можно сразу здесь конечно текстуру вот эту все картинки поставлять поотделять это все дело и развертка сюда вот картинка сюда ложится просто нужно каждую деталь на картинке разместить на текстуре я сделал что я все это дело вот вот так вот сделал потом взял ножом порезал к английская enter к английская enter и поделил так все это дело на полигоны чтобы забрать все это дело в хлам не разлетелось потом что я сделал я зашел обжигнут и в модификаторах добавил всему этому делу значит solidify добавил толщину вот так применил вот этот модификатор apple все это дело экспортировал the brush и там все на это с картинки все на них перерисовал сделал дайномеш исправил сетку поплотнее сделал все это дело нарисовал потом сделал за ремеши все по прошлым роликом получилась вот такая вот штукенция давайте смотреть и так файл новый файл general don't save так это значит куб делить единицы нам пади n так n screen cascade n панель закрываем теперь буквы все что нажимаю в левом углу импортируем сюда весь этот файл значит импорт так он у меня в обшу десктоп находим кого мы тут находим чаплина и чаплин обшу закидываем вот такая эта штука получилась теперь подключаем да что у меня с блендер вообще не хочет подключать эти текстуры вообще текстура есть а почему он не хочет подключить потому что надо блендер удалить и новый установить какой-то в нем наверное сбой но не суть вопроса подключим так значит тут у меня джипеговский и вот опять у меня такая же шняга так я зайду в блендер 293 блендер 293 единицы нам пади здесь у меня screen cascade нет так что пардоньте файл значит импорт общ находим опять же папку чаплин импортируем чаплина и опять сейчас будет сняга с этими да точно такая шняга надо короче с этим делом будет разбираться так шейдинги выбираем находим значит нашу вот эту имидж текстуру десктоп значит чаплин находим jpeg развертку находим jpeg развертку здесь вот в этом углу кстати классно сделалось это вот кстати в этом зебраж так вот порезала ну просто плоскость и поэтому плоскость так дело все так переворачиваем и теперь имейдж сейф сохраняем что получится все получилось вот этот флип вообще классно в 93 он где-то в 91 я так и не вспомнил ну не суть вопроса ладно все сделано а у меня же еще normal значит что делаем подключаем еще normal map делаем вот этой имидж текстуре shift d сочетание клавиш добавляем в это конвертер добавим так не вектор normal map так normal подключаем к normal color добавляем сюда значит jpeg normal map цветность значит non-color так а что он тут нам дает о а normal хорошо легла черт его знает что тут такое с ним происходит так здесь единица enter ну и что нам это пока не понадобится теперь нам надо это дело отделить заходим в edit я специально все вот так вот разнес по краям тут у меня еще артефакты так надо поставить рентген чтобы вот эти артефакты делить вертиксы так но больше по моему нигде нет так теперь выбираем руку пи selected отдельный будет наш так пи selected так это значит тоже пи selected это тоже пи selected кстати вся вот эта модель вся вот это 6000 полигонов где тут ну вот так тут фейсов значит 7906 7906 так пардонте edgy 1592 7176 как-то через дубль идет ничего не суть вопроса опять просто приколюха хочу попробовать она не весит нифига так все отделено это будет отдельный а вот еще награда пи selected object node включаем видимость значит текстур там картинка есть и на картинке написано как это дело подключается значит подключается это у нас тут все вот у меня тут стоит нужно будет все вытаскивать вперед чуть и подгонять к верху так а ноги должны стоять пардонте тут короче шняга такая что вот эти ноги и получается нам нужно персонажа выровнять мама по центру хоть он и не симметричен так теперь у нас получается получается так получается на что так уже все в геометрии вяжем это значит подставляем вот так вот они так получается в этой руке у него должна быть трость это получается у него ноги так это тоже надо сет оригин геометрия и это нога подключается вот сюда одна так эту тоже сет оригин геометрия и это нога подключается вот сюда подключается вот сюда это нога значит G сюда это нога G вот к этой дырке так точнее к отверстию так это значит R тоже а пардонте тоже сет оригин R значит это G вот сюда идет это будет с тростью вообще-то трость в этой руке должна быть сейчас я картинку гляну картинка нестыковка получается тогда вот эта рука у нас должна быть R перекручена в эту сторону ну да здесь у нас получается значит G трость а на картинке она вывернута в другую сторону подъедренили немножко так это значит сюда тройка на нампаде R перекручиваем G подгоняем единица на нампаде а это будет держать трость значит так а ну-ка куда у нее тут палец идет тоже нестыковка палец в эту сторону значит его с любой стороны в принципе можно я его покрасил на двусторонний но тут палец правильно получается эту руку нужно тоже перекручивать но тогда получится а что получится давайте посмотрим что там угадать G семерка на нампаде R и просто перекрутим руку единицам нампаде R тогда получается эта штука будет ну в принципе да правильно тут можно их короче тасовать руки как хочешь короче так это будет как-то неинтересно наверное сейчас посмотрим тут еще трость прикольная с кружочком так делаем ей S она вообще-то по размеру сделано у меня при дайна мыши она чуть-чуть почему-то уменьшилась так это получается вот такая штука рука есть G наверное вот так на ну ладно так R G дырка вот он у него здесь должна быть рука так что у нас тут по совпадениям так это у нас G ага 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 тройка на нампаде это все выдвигаем вперед так это кто у нас тут YENTA тоже выдвигаем вперед но недалеко вот так как то а ну ка че тут ну нормально так что у нас ногами ноги я думаю нужно вперед вывести так это тройка на нампаде он же как елочкой по моему делается так угу угу так чуть-чуть поменьше и теперь че вот эту ногу бэмс ну нормально стоит однако так так сверху вроде бы прикольно сбоку так вот с рукой не попала рука на теле можно еще в эту сторону его делать в эту сторону как то он прикольней или у меня другое полушарие рабочее так ну а теперь надо кости вставлять давайте SHIFT А сочетание клавиш арматура так делаем ей S прибавляем G персонаж у нас гнуться не будет поэтому тут будут цельные кости хотя можно сделать чтобы голова чуть-чуть тут двигалась влево вправо давайте поприкалываемся возможности что получится да in front так мы погнали в edit mode так это значит ей вытаскиваем еще кость хотя нет control z смотрите что делаем это G будет цельная кость ну а здесь можно сделать ей просто косточку так вытянуть и чуть-чуть так дается движение головы ему добавить ну чтобы голову не отделять хотя можно и голову отделить тут отрезать так теперь значит у нас получается тут E ну тут вот еще шняга какая что мы теперь будем делать E вот сюда кость которая будет на месте стоять так это значит так это значит единица на нападе надеюсь попал я так теперь здесь будет цельная кость ухты большая кость так и чё ж придумать то ctrl z можно конечно видимость костей переключить а ну ка это нам поможет так а вот это нам поможет так это значит тоже сюда вытягиваем косточку ах ты едите неправильно сделал так единица на нападе вот это давайте все delete delete boom а это отсоединим alt p clear parent есть такое дело делаем ей с и подключаем вот к этой кости ctrl p keep all set теперь вытащим из этой косточки E еще одну кость вот до этого отверстия alt p clear parent так делаем ей S G ну вот этими ключицами двигать в принципе может можно будет рисунок просто будет искажаться так alt ctrl p keep all set теперь получается с этой и с этой стороны мы вытягиваем еще вот эти косточки E которые будут фиксировать нашего персонажа так выделяем их вот так и делаем G до отверстия выделяем верх кости делаем E ну здесь вот можно сделать в принципе она не должна так гнуться она цельная должна работать да тут будет на излом ну а кисть можно заставить чуть-чуть так содрогаться угу так теперь что получается вот от этой косточки мы тоже так а косточку кстати эту на G чуть-чуть сюда семерка на нампаде E вытаскиваем ее вот сюда единицам на нампаде и E от нее значит до кисти а от кисти нам нужно будет добавить еще одну косточку E которой мы привяжем потом нашу вот эту вот трость так теперь значит значит а как же значит дальше это значит E получается Alt P Clear Parent G перетаскиваем к ноге точно по отверстиям устанавливаем потом эту значит ногу G чуть-чуть вперед кости на регулировать тройка на нампаде значит теперь опять же E вытаскиваем косточку единица на нампаде и E вытаскиваем кость сюда ну здесь тоже можно значит так добавить угу и вот так вот и давайте попробуем управляющие кости еще добавить значит на Inverse Kinematic попробуем все это дело еще поставить так эту косточку значит вяжем к этой Control а сейчас сначала эту отвязываем Alt P Clear Parent теперь вот эту вяжем к этой Control P Keep Off Set ну вроде бы нормально а еще это так 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 еще вот от этой косточки тройка на нампаде нужно же еще трость вытащить правильно а E единица на нампаде G все тут должно как-то вместе кружиться вертеться фикеем наверное делаться будет это к этой косточки Control P Keep Off Set теперь значит Shift D дублируем вот так вот кость поправляем ее вот сюда эту кость вяжем к этой кости Control P Привязано да она же была привязана так теперь вытаскиваем E косточку которая будет не давать двигаться ноге так и теперь E вытаскиваем кость книзу косточка E уходит в бок управляющая Alt P Clear Parent теперь значит от этой кости чтобы сгибался чуть-чуть наш ботинок этот значит сюда Control P Keep Off Set значит вот этим костям убираем деформацию так вот так так руками будем управлять так а как же нам руками управлять ну сейчас будем еще что-то экспериментировать ну в принципе все что тут ничего такого не надо это это вяжем к этой ctrl P все привязано все проверено инверс кинематик будем пробовать значит так заходим в Object Mode выбираем тело персонажа и вяжем его ко всему ригу ctrl P with automatic widget а вот с деталями будем делать как и в прошлые значит ага так так да вот эти косточки уже вроде бы не в тему вот эта кость на кисти так ну давайте руку выбираем выбираем вот эту кость заходим в Post Mode выбираем вот эту косточку и делаем ctrl P это будет так теперь заходим в Object Mode выбираем эту часть через Shift Post Mode теперь это кость ctrl P бом так здесь у нас получается вот она вот эта штука трость выбираем трость через shift кости Post Mode кость ctrl P бом так теперь то же самое делаем с ногами выбираем часть ноги кости 1 и все то же самое и все то же самое так все теперь проверяем а что вот получится да а интересно ж так теперь заходим значит убираем кости заходим в Post Mode вот пробуем вот этой кости вот на эту кость ctrl shift c inverse kinematic а не на эту пардонте ctrl z ctrl z задурился ты это управляешь вот на эту ctrl c inverse kinematic и получается если мы inverse kinematic g выбираем а ну-ка единица на ампаде g видите как он хорошо будет прикольно ходить так наверное ну чтобы он нормально ходил надо еще вот на эту выбрать и ctrl shift c inverse kinematic и наверное поставить на две кости надо получается inverse kinematic так-так-так-так-так тут же еще выходит косточка и она ну в принципе во бэнс бэнс все получилось ctrl z и тут это косточку на две кости бэнс 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 есть эту косточку надо было тоже так а ну-ка это это вот так вот будет крутиться ctrl z в принципе можно ей вытянуть было вот здесь вот inverse kinematic тоже надо так это что рука делает р а она с пинжаком связалась надо здесь теперь веса подгонять так-так-так а мы сейчас это все дело обыграем наверное они уже не получится надо было эти косточки увести подальше и потом привязать а потом только подтянуть ну ладно не суть вопроса смотрим и тут тоже ну вес она нарисовать а лучше лучше ctrl z лучше можно вот так вот сделать вот этого персонажа взять и просто вот к этой кости привязать осмот осмот бэц ммм ctrl пи просто бон так а ну-ка обжиг мод смотрим что получилось осмот так осмот так все равно тянет да тадам что же сделать что же сделать а сделать надо вот так на раз и alt и clear parent отвязать его всего так если мы его отвязали проверяем кости пол смот о персонаж отвязан это хорошо значит теперь мы его просто уберем и привязываем вот к этой кости так 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 вот к этой она ценная ctrl пи бомб это все будет тогда боны и получается тогда выбираем персонажа по осмот делаем r тинь 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 а если приседать g так а вот с приседанием ctrl z ctrl z с приседанием у нас не получится им только нужно будет управлять вот таким вот образом ага и в принципе можно вот эти косточки поудалять или добавить как как их здесь вот можно привязать ну только что отдельно делать риги а потом все выбирать и все это в кучу скидывать или назначать вертикс группы как то я не знаю здесь вот выделять как то вертикс группу какой то кости привязывать ну в принципе можно заморочиться ну мы лучше вот так сделаем и так значит edit mode вот эти косточки просто поудаляем тогда delete bone так а вот эту вот тоже можно удалить delete bone и тогда головную delete bone а зачем она нужна правильно теперь заходим по смот и смотрим что получится так это значит R это вот так да хорошо еще головой но это голову надо отделять а если отделить еще вот так вот таз получается отделяем таз отделяем грудь отделяем голову тогда это будет вару сей интинь интинь вон ага дергается ну че сделаем какую нибудь анимашку так ctrl z ctrl z ctrl z так ставлю я это все дело на сохранение файл так save us desktop chaplin на приколюху попрекалась а потом наверно удалю его так вытаскиваем вот эту штуку первый кадр а и lock рот на десятом кадре значит так вот это R а не это G это T значит G G вот так а тут чуть-чуть надо его ловить ага тут теперь вот так вот и трость вот так вот и рука значит R и трость значит R так а че с плечом О так у нас плечо работает вообще бомба угу а и lock рот потом что получается R а не не R а G G вот это значит G таз G присаживаем угу так R так а G надо за счет вот этих косточек я привык инверс кинематиком вот это все дело делать так G и R а не а ну ну а че что то я не пойму G нога сюда а это G сюда а крутится значит R а это не хочет крутить а не ту выпал что ну ту так ладно чуть-чуть повыше его туда поднимем так а че получается это опа опа ну типа идет а че ну получается и 10 плечо значит R чуть-чуть вниз рука чуть-чуть сюда эту чуть сюда и нога значит G одна сюда одна сюда а и окрут ставим 20 кадров ну тут неплохо че еще подумать как все это дело обыграть можно и анимашку какую-то там по-другому можно сделать то тут колени ноги как-то местами может да их не поменяешь они зеркальные ну ничего так приколюха как это побаловались да будя всем пока файл ссылка в описании кто хочет поприкалываться все всем пока до свидания